здарова-здарова-здарова-здарова-дарова-дарова-дарова-дарова ну что же продолжаем проходить так что не нравится круто что-то метам жизни то принципе может все и нормальная жизнь 10 лет до прошло у них только бордовала вы вырос так в принципе словить уже нечего да я с удовольствием расскажу все что смогу на нашей стороне сражаются даже несколько бывших имперцев а а самая крутая из них возглавляла отряд наемников арония а ты тоже ее знаешь я даже не удивлен маршал сказал что в свое время ее везде и всюду боялись но теперь ее все обожают как ее подчиненных бигса и веджа каждый из них возглавляет свою небольшую армию это хорошо я с удовольствием расскажу все что смогу а кстати насчет империи ну гладио рассказал что император и верховный главнокомандующий оба погибли а без них нифельхейм развалился на части я так и думал я с удовольствием расскажу все что смогу канцлер впрочем все еще жив он в инсомнии кто-то его там видел хоть и непонятно что он там может делать но и гнис решил в этом разобраться в итоге я стал помогать и гнису рылся в старых архивах и даже ездил вместе с ним королевским усыпальницам по королевски тебя заманил ничего страшного я и сам люблю историю но мы обнаружили кое-что очень странное так в этих архивных текстах мы наткнулись на одно знакомое имя арден похоже его считали спасителем он лечил всех кто пострадал от болезни демонов но в итоге его самого заклеймили как демона не понимаю почему ведь судя по всему он был таким же человеком как мы я с удовольствием расскажу все что смогу зато нам удалось разобраться что собой представляют демоны и мы-то всегда считали их животными просто очень уродливыми и свирепыми но оказывается когда-то они были обычными людьми просто им не повезло они подцепили какую-то заразу которая превратила их в монстров это неизлечимо поэтому помочь им мы можем только одним способом на уж я с удовольствием расскажу все что смог нам в последнее время хлынула волна беженцев из аккорда где участились нападения демонов хотя и здесь дела обстоят не лучше листал он переполнен беженцами из инсомнии инсомнию захватили демоны империя обещала экстренную помощь которая так и не пришла к счастью ирис и маршал сумели эвакуировать жителей теперь там никто не живет кроме демонов мое детство прошло в королевском городе жаль что его больше нет мы его вернем я стал королем чтобы отвоевать нашу родину и теперь я вернулся как и обещал столько лет прошло ты помнишь да я с удовольствием расскажу все что смогу ногтис ты же помнишь моего дедушку да в то время я я кое-что не смог вам рассказать дедушка погиб из-за меня это я во всем виноват ко мне на улице подошел имперский офицер и спросил не из королевского ли я города и это было только начало допроса так что вас привело сюда молодой человек вы же не в одиночку приехали ваш дедушка дворецкий какая важная у него работа он хорошо знаком с членами королевской семьи вы наверное очень этим гордитесь я отвечал не думая что говорю а вскоре после этого к нам в гостиницу пришел человек так думай обо мне что хочешь но знай что дедушка тебя не выдал послушай да ты уже не ребенок и должен понимать все что тогда случилось не твоя вина тяжело расспрашивать человека про то что его гнетет но еще труднее поделиться своей болью я благодарен тебе что ты рассказал мне об этом и я клянусь что все исправлю но поверь мне тебя никто не винит не я не твой дедушка поверь даю тебе слово короля да я понимаю ваше величество спасибо счастливого пути ваше величество да подожди подожди убрать я так же могу так призыв так а на чем не ехать ваше величество я не понимаю сейчас під intention ваше величество и и и Продолжение следует... 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 Че, заебаешься мне, Вася? Чую опасность. Он окаменел. Игнис. Товачку, Игнис. А, я думал, что он всегда покажет. Ну, тогда он пошел. Игнис. 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 Осталось совсем чуть-чуть. Держитесь. Заебеним. Игнис. 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 Замить пока не надо. В. Игнис. Игнис. Пошли! Ага. Вот и прием. Давай, трубка. Так. Так. Что хотела? Я думал бы я непонятен. Ага! Заможем. инов. Ага. Кого ты не понял? Не вносить меня. Чувстверяйся. Не вносить меня. Ну. Так, еще там куда-то ниже, ебаный турок. Ладно, тогда я схожу наверх, наверху пройдусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проказывал, что такое слабая команда. Так, у них бунтет ко всему. Конец тебя! Сиди! Наоборот! Отлично, работай! Нету иммунитета. За мной! Ты обрел поистине королевскую стать. За каких-то десять лет. Да ничего не произошло за десять лет. Он просто провел в кристалле. Ходит напиздывать, напиздывать. Наоборот! Эй, что обалб压. Угу. Нет. У меня сумка кончится, когда он убил. Едем в войне! Не готовься! Конец! Ты в порядке? Более меня. Что там? Ты в порядке? Более меня. Я так рад, что ты вернулся. Я тоже рад. Хочу кое-что тебе показать. Идем. Так что привело тебя обратно в Инсунь? Мы хотели по возможности навести здесь порядок. Подготовиться к тому дню, когда король снова взойдет на трон. Лень зайду, я помру. Наша база там, впереди. И практически ничего нашего здесь больше нет. Идем. Королевский Глев? Слушайте все! Ваш король вернулся! Король! Я знал, что вы вернёте! Король! Давно и терпеливо мы ждали этого славного дня, мой король. Братья и сёстры, защитники Люциса, вы все храбро сражались. Спасибо. Пока я был не здесь. Ебать нахуй! Хоть мир поглотила тьма, мы храним свет в своих сердцах. Вы все теряли друзей и родных, но главное не терять надежду. Братья и сёстры, будем сражаться плечом к плечу за будущее, за новый рассвет! Слава королю Света! Слава королю Света! Наконец-то у Греф есть, Греф. Они так рады, что он вернулся. А мы рады. Даже больше не. Спасибо тебе за тот разговор в лагере. Я не люблю недосказанности. Что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю. А как у тебя дела с одной очаровательной особой? Ну, о таких вещах не рассказывают. Ну да. Когда ты кого-то любишь, обними покрепче и не отпускай, чтобы не потерять этого человека. Получил еще пару царапин? Щит без царапин это не щит, а позорище. А как насчет еще нескольких? Не вопрос. Щит выдержит столько, сколько нужно. Ты за оружием? Вон там торговый автомат, и в нем можно купить почти все. Если, конечно, у вас есть немного гил. Что это проблема? Пока тебя не было, многое изменилось. Плитиси давно отказались от традиционных денег. Теперь валютой стало то, что имеет практическую ценность. Осколки метеорита. Ром-то! Говорят, вы опытный фотограф. Не поможете в одном деле? Ты сука! Наша группа проводит разведку, и нам нужно сделать несколько фотографий инсомнии. Но с демонами, которые там бродят, нам не справиться. Может, вы сделаете эти снимки за нас? Поможете нам? Конечно! Я все сфотографирую. Я бы тоже хотел пойти. Посмотреть, что стало с королевским городом. Пошли! Чем лучше народу, тем веселее. Чем лучше народу, тем весело, тем весело, тем весело, тем весело, тем весело. Что будешь делать дальше, Машел? Здесь еще куча имперцев. Я собирался заняться ими. Тебе помочь? Ха! Хочешь заслужить мою симпатию? Если да, то конечно. Скажи Джозефу, как только будешь готов. Никогда не думал, что буду просить тебя о помощи. Благодарю. Не вопрос. Я уже придумал, о чем попрошу тебя после того, как мы уничтожим имперцев. Скорей бы. Танцуй, да? Танцуй, да? Человек это неразговорчивый. Но в бою может за себя постоять. Я отметила это место на карте. Вам останется просто найти Глебу и приступить к операции. Хорошо. Сходим в город. Прошу прощения, но сейчас проход закрыт. В прямом смысле. Запят. И, к сожалению, я потерял ключ. На станции он был еще у меня. Точно помнят. Тяжелый выбросы денек. Пожалуй, пора отдохнуть. В принципе, он был еще у меня. Она тоже была хоть питания. Тяжелый выброса тем, как им volont인데. Капсина там стоит. Отправляйся! Вперед! На церемонии подписания погибли многие, но один из Глеб сумел выжить и спасти Эйдилу на Фрею. Эта история по сей день наполняет наши сердца гордостью. А, там же был еще второй этаж. Когда-то я был охотником, но теперь я королевская Глеба. Служу под началом маршала Корр. Если я могу вам чем-то помочь, только скажите. Я Джозеф. Очень приятно. Наша задача — уничтожить остатки войск Империи. В городе еще осталось несколько действующих баз Империи. Маршал как раз собирает сведения о них. Встретишься с ним на месте, и можно будет начинать операцию. Понял. Ну что ж, желаю удачи. Тебе финальная битва. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас. Пора! Мы закончили. И то верно. Пора идти. Конечно. Ваше песочество. День демонов. Все закончено. Да, ебаные. Что ж за лучи-то? Пора бай. Ага. Ты в рот. В рот. Ты в рот. Я смотрю, ты не торопился. Орден. Добро пожаловать в столицу моего королевства, Инсок. Я сердечно приветствую тебя. Что он там делает? Докт, я приготовил для тебя кое-что особенное. Но это же... Это самая стена, ради поддержания которой твой отец подал свою жизнь. Я просто хотел, чтобы ты вспомнил о своем любимом бабочке. Ну так, тебе нравится? Ты псих. Я твой кровный родственник. Между прочим. К тому времени, как ты доверешься до Цитадели, я постараюсь простить тебя. Коловорот тебя встретит мой песик. Ты пошел ты нахуй. Ты пошел ты нахуй. КОНЕЦ. ЦИТАЛЕЙ СКОКВА ДОРț senate и титуал ДОР Rocky Вот это был идеальный кадр Как жаль, что тут все разрушено Это было историческое место Особенно если вспомнить церемонию подписания Когда стена отражала натиск демонов империи А стену держал мой отец Да нахуй Чухонный ты в рот Все зависло, да, нахуй Выкину Спасибо, блин Сука Угу Охуеть-то как